Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как молодежь помогает делать город чистым? Каковы масштабы преображения? И что мотивирует молодых людей на уборочные работы? Об этом говорим сегодня в нашей студии директор Самарского дома молодежи Сергей Бурцев и активиста движения «Чистый город» Елена Лашкина, Ирина Сидорова, Максим Майоров. Добрый вечер! Я напомню, что мы в прямом эфире. Наш телефон 202-11-22. Если вы также принимали участие в субботнике, у вас есть какие-то планы на экологическую уборку города, поделитесь ими, звоните нам. 202-11-22, мы вас услышим. Скажите, пожалуйста, вот это движение «Чистый город» когда было организовано? И это в федеральном масштабе такое существует движение в крупных городах? Или это вот наша такая инициатива, ноу-хау, можно сказать? Да, на самом деле очень приятно осознавать, что это инициатива молодежи. И инициатива эта возникла по той простой причине, что молодым ребятам, волонтерам, которые очень активно действуют на территории города, небезразлична судьба своего города, небезразлична та городская среда, в которой они живут. И в конце прошлого года, в октябре месяце, ребята обратились к нам в Самарский дом молодежи с идеей о создании целого такого молодежного экологического движения, которое получило название «Чистый город». Собравшись уже в конце прошлого года, ребята посмотрели, чем они хотели бы заниматься и выработали целый план работы на 2017 год. И таким ключевым мероприятием, такой проверкой боя, стал месячник по благоустройству вот этого года, 2017 года. Всего в рамках нашей программы, которую курировал Самарский дом молодежи, мы вместе с ребятами, с активистами движения «Чистый город» провели 16 молодежных экологических акций в течение всего апреля. В разных точках города, да? Это все девять муниципальных районов, которые принимали участие. Площадки выбирались совместно с ребятами, и принцип подбора тех площадок, на которых ребята убирались, приводили их в порядок, это принцип социально значимых, социокультурных городских пространств, городских объектов, это различные парки, скверы, площади. Это те пространства, в которые уже с наступлением прекрасной погоды ребята будут отдыхать, гулять, проводить свои каникулы, заниматься спортом. То есть это не двор, в котором живет волонтер? Нет. А вот именно такие объекты? Разумеется, разумеется, ребята, я думаю, они сейчас сами об этом расскажут, принимали участие и в субботниках, в своих дворах, там, где они живут. Сейчас речь идет именно о таком массовом. Елена, расскажите, пожалуйста, как вы попали в «Чистый город» и ваш опыт уже, вот что вы успели сделать в вашем участии? В акции «Чистый город» я уже второй год, то есть первый год. С самого основания, получается, почти есть. Да, с самого основания «Чистого города». Тут вот я перебью на секунду, чтобы мы развели. Просто у нас получилось так, что есть акция «Чистый город», она реализуется на территории города уже в четвертый раз. Вот. Но до этого она носила такой симптоматический характер, эпизодический характер. Ребята собирались именно в апреле и участвовали в благоустройстве своего города. Здесь же мы говорим о том, что молодежная общественная организация появилась, молодежное общественное движение. Я просто вот хочу сказать, что если ребята, когда пришли в октябре месяце, их там было порядка 10-15 человек, то сейчас под крылом этого молодежного общественного движения уже более 200 человек. А сама акция, да, и ребята, которые к нам пришли, они уже не первый год принимают участие в этих мероприятиях. Понятно. Ну так, Елена, что успели, где убирались и как вообще? Уже не первый год в акции. Сначала я была координатором команд, которые приходили на данный субботник. То есть я была неким таким зарядом энергии, то есть я их заряжала позитивом, энергией. Также я вместе с ними, конечно, и убиралась. Но потом мы все поняли, ребята, что эта акция значима для города, что эта акция воспитывает экологическую какую-то нравственность у ребят. Мы поняли, что ее нужно поддерживать. Пришли с инициативой создать экологическое движение уже «Чистый город». И в этом году «Чистый город» уже не акция, а именно экологическое движение. Да, вот как Сергей нам все это разъяснил уже. Всегда вот в этих моментах интересно, где вы берете средства для уборки. Потому что убираться – это не просто выйти и голыми руками собирать там свой домашний пакет мусора. А это целая действительно организация. Как все это выстроено? Максим, вот вы какую роль? Вы только физическую силу свою для уборки направляете? Или тоже участвуете в такой организации? Это процессы самого? Чтобы инвентарь поставить, организовать, вывести людей? Как это выглядит? Вообще вот моя волонтерская деятельность как раз началась с акции «Чистого города». Я как раз с самого первого субботника стал координатором. И, конечно, сам помогал. И снег мы раскидываем, и грабли. То есть когда все ребята уже сами активно в это действие влились, то ты и сам, конечно, ходишь, помогаешь, собираешь вместе с ними. То есть мы абсолютно команда полная единая. А где убрать вот эти лопаты-то и грабли? И перчатки? Нам помогают. С кем вы сотрудничаете? Вот чтобы это организовать, это тоже нужно уже уметь делать? Администрация, сами от парка вот эти вот. Парк Гагарина, там вот у них много инструментов, они нам с радостью выдают. Понятно. Расскажите, как вот с радостью вам выдают? Или все равно есть проблемы, я считаю. Вот когда особенно на первых этапах, да, если вот действительно это был первый массовый субботник в системе в этой, да, какие-то проблемы все равно возникают? Как вы добиваетесь того, чтобы организация была хорошей, больше людей выходила, молодежь? Ну, проблемы, конечно, возникают. Без проблем не обойтись, но мы показываем на своем примере, что мы сами убираемся, и за нами ребята тянутся. Потому что если не показать, не сделать этого самому, все скажут, просто языком мелишь, ничего не делаешь, ни к чему не готова, а вот только и можешь говорить. А вот когда сам выходишь, убираешься, на тебя смотрят и понимаешь, что кто-то этим занялся, значит, это всем возможно сделать. Да, пример хороший. Сергей, расскажите, вот кроме вот этих районов, районных администраций, да, кто еще участвует вот в этом массовом процессе? С кем вы налаживаете связи, чтобы действительно массовый системный характер принимал? Ну, процесс выстроен с администрации городского округа Самара. Вообще, поддержка всей этой акции, всего этого движения, оно в администрации города идет от первого лица, от главы города, Олега Борисовича Фурсова. Он с самого начала в курсе о том, что ребята вышли с такой инициативой, и при подготовке всей администрации к месячнику, он отдельно обратил внимание на то, что необходимо организационно-технически обеспечить эту инициативу. Потому что, конечно, основное то, что ребята хотят помогать городу, а задача уже городских властей – это обеспечить эту работу. Поэтому работа была выставлена системно с каждой районной администрацией, с администрацией внутригородского района, с каждой из девяти. Работа была выставлена с муниципальными предприятиями, с муниципальным предприятием «Зеленхоз», с муниципальным предприятием «Парки Самары». Соответственно, это те организации, введение которых закреплены эти социокультурные объекты. И в этом году я бы хотел отметить очень качественную работу жилищно-коммунального хозяйства с этой точки зрения. Проблем каких-то глобальных с инвентарем, с мусорными пакетами, с перчатками не было. У нас, например, в парке Гагарина было рекордные 450 участников на одной акции. И все 450 человек были обеспечены… Это вот в день, когда снег шел, да? Обеспечены инвентарем. Вот как шло. Ну, снег шел 22-го числа, в день общегородского субботника. Как я уже говорил, акции все-таки у нас проходили в течение всего апреля. И в парке Гагарина нам, насколько я помню, погода на ворот очень повезла. Да, там солнышко было. Да, был солнечный, очень теплый. И для настроения важно. И хороший день. Вообще, я хотел бы отметить, что, опять-таки, имея историю этой акции с 2013 года, мы в этом году видим значительно возросший интерес. А за счет чего, Сергей? Вот знаете, я заметила именно отличительные особенности этого года, что мотивация, да? Там вот какие-то акции, награждения, там вот мотивация появилась. Ну, во-первых, вопрос надо говорить о том, что есть системная работа. Во-вторых, все-таки этот год объявлен Годом экологии в Российской Федерации. Это экологические даже какие-то озвучки. Объявлен Годом экологии, да. Птицы поют в студии. В России. И это, конечно, побуждает ребят на это обращать внимание. Ну, и, конечно, администрация города в этом году вообще весь субботник провела под акции «Поработал отдохни». И было большое количество разнообразных поощрений за участие в мероприятиях. Это и различные купоны в магазины, в кафе. Это и, конечно же, общегородской концерт, который прошел в день общегородского субботника. К сожалению, с погодой было не очень хорошо, но на самом деле ребята все присутствовали. И была возможность пройти за сцену, повстречаться с звездами отечественной страны, взять у них автограф. Нет худа без добра, да? Что-то да хорошо. Ну, ребята, это получилось. Поэтому, конечно, здесь принципиальная системная работа в этом направлении. И что она позволила сделать? У нас в этом году рекордные 4000 участников в секции. То есть 4000, ну, там точная цифра 4100, около, человека. Это те, кто принимал участие в мероприятиях. Свыше 7500 мешков мусора было собрано, 180-литровых больших мешков мусора. Свыше 50 тысяч квадратных метров разворошенного снега. И 370 тысяч, это более 12 футбольных полей, квадратных метров территории, непосредственно приведенной в порядок силами этой акции. Практически все крупнейшие социально значимые объекты не остались без внимания. Это и парк Гагарина, парк Молодежный, площадь Хлебная. Это Красногринский район, сквер Кузнецова. Это, например, там жилой микрорайон Волгарь. Там парк Дубовая роща, парк 70-летия Победы, который находят, то есть социальные объекты на этой территории. Парк Воронежский озер. Да, ну понятно, все крупные парки. Елена, вот вы уже отметили в своем первом выступлении экологическое направление, важность этого. Скажите, в этом году год экологии отмечается. Как вы с этим взаимосвязаны, с экологией? Ну понятно, что это напрямую связано, но какие у вас мероприятия именно под экологию, под эту тему? Еще, может быть, которые прошли и которые еще будут? Это, конечно, посадка леса, которая проходит каждый год. В этом году тоже будет посадка леса. Она уже была. А, уже была? Была уже. И она проходит и весной, и осенью. А где вы сажаете лес? Мы сажаем деревья. Деревья, да. Мы сажаем в любом. В основном деревья сажаются на местах выжженных, где уже прошли пожары. В том году выезжали в Патальятти, туда в область, там сажали на месте саженного леса. А какие деревья? Сосны и яси. Сосны, да. Чтобы восстанавливать. Ну, также в связи с приближающимся главным праздником, это праздником Победа, прошла всероссийская акция «Сирень Победа», где у Дворца ветеранов мы высадили кусты сирени, которые будут напоминать о героических подвигах наших предков. Понятно. Вы знаете, еще какой важный момент? Одно дело посадить, и тем более без большого опыта, потому что посадка, ну, как бы это просто не выглядело, это тоже, наверное, какое-то умение, искусство. Вы следите за тем, потом планируете отслеживать, принимается, не принимается? Или ваша задача посадила? Ну, нет, конечно. И пусть уже там. Нет, за этим потом смотрят, то есть отслеживают, как растут деревья. Есть вот личная заинтересованность в том, чтобы вот дело это было качественно сделано, да? Вот это тоже момент. Приведу пример. Акция «Сирень Победа» у нас проходит на территории города с 2015 года. Два года подряд она проходила на площади памяти около архива в Октябрьском районе города, и там было высажено две аллеи сиреней. И вот каждый куст высаживали, да, волонтера, и я с уверенностью могу сказать, я просто за этим сам наблюдаю, так как мы недалеко оттуда работаем, что ребята приходят, ребята инициируют периодически совместно с зеленхозом какие-то мероприятия, там, в том числе и массовые по рыхлению, по поливу этих кустов. Они следят за этим, и это приятно знать. Если, конечно, мы говорим про массовую высадку леса, там, на территории зеленых зон Тольятти, на территории, вот, например, недавно ребята ездили Красноярский район, вот, высадка, ну, конечно, наверное, следить здесь уже так тщательно, ну, не представляется возможным. А если говорить вот о городских пространствах, например, да, та же Березовая аллея, которую мы с вами заложили в Парке Победы, вот, за эти, за этими... Знаете, почему я подняла вот этот вопрос качества? Я недавно шла по улице, и группа студентов, как я поняла, у них тоже, они проводили акцию, они срывали вот уже старое объявление на подъездах, чистили. И, вы знаете, я обратила внимание на то, что они так быстро пробегали мимо этих дверей, и просто вот срывали, да, не тщательно, а вот там, ну, две-три бумажки, и бежали дальше. И там чуть повыше, допустим, где можно было там чем-то воспользоваться, отскрести там, да, они усилий не прилагали. И вот именно тогда я подумала, что вот, понятно, что участие-то важно, но участие не главное, мне кажется, нужно еще вот такое качество поставить, как один из приоритетов на качественную работу. Если сажать деревья, то хорошо, да, если чистить, уже не просто вот пробежать там, ну, смел там вот, что под руку попалось там, что-то, да, и дальше побежал, и сказал, ох ты, я тут принял участие, сорвал там два-три объявления. На самом деле, это не показатель, даже какой-то негативный момент, потому что, как я, я стала свидетелем лично, и мне как-то подумалось, что, ну, на ней очень хорошо. Я с вами соглашусь, что все отчасти, разумеется, если мы беремся, если молодой человек берется за какое-то дело, конечно, я думаю, что надо проводить и реализовывать его с качеством, но все-таки надо понимать, что основная задача вот этих акций, основная задача движения «Чистый город», и ребята сами это понимают, Вот это все-таки воспитательная работа, это просветительная, просветительская работа с молодежью, это воспитание людей, которые будут любить свой город. И я всегда и неоднократно об этом говорю, что молодой человек, который пусть даже 30 минут, или пусть там час-полтора часа поработал руками, убирал какой-то сквер или парк, он в следующий раз, когда по этому скверу или парку будет гулять, он трижды подумает, а стоит ли ему выкинуть бумажку, выкинуть какую-то пластиковую бутылку мимо урны. По той простой причине, что он своим трудом здесь, на этих же площадках, в этом же городе прикладывал усилия. Мы поэтому всегда говорим, например, когда согласуем площадки с подразделениями, которые отвечают за коммунальное хозяйство, что все-таки в какие-то там места заброшенные, в какие-то пустыри, где существуют проблемные там мусорные свалки. Не стоит туда направлять студентов, это задача профессионалов, а задача все-таки студентов, конечно же, приложить свои силы, да, без спор, но я не знаю там конкретную ситуацию. Да, 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 и непонятно, чьи студенты, да. Но в целом, конечно же, надо понимать, что наша основная задача – это формировать такого молодого человека, который будет любить свой город, который будет жить в своем городе с пониманием, что, в том числе, комфортность среды города зависит от этого молодого человека. Конечно. Конечно, привлекать. С каждым годом это делать все проще. То есть сейчас уже, еще раз говорю, вот, ребят, вы лучше знаете, но, насколько я помню, что к движению после каждого субботника привыкали совершенно новые ребята, которые сами подходили, спрашивали, а вот мы на эту конкретную акцию нас пригласили, как студентов, а вот мы хотим еще. То есть уже наш там вуз не участвует, следующий, но мы хотим, как нам там присоединиться. А, кстати, в социальных сетях вы представлены, да, вот, как вас можно, ну, наверное, просто найти, ну, лишний раз, вот, можно сказать. Да, в русский дом молодежи есть, там весь перечень акций есть, и фотоотчет, и ближайшие на неделю, какие будут события, все это в группе у нас есть. Есть в группе ВКонтакте тоже, и вот на вашем сайте, да? Как, а как присоединяется, вот, индивидуально, вот, по одному или группами, как это происходит? Вот вы уже цифры такие большие назвали, значит, как этот процесс происходит? Вот на моем примере я просто хорошо общался с одной девушкой, и она вот просто сказала, у нас вот приходит акция «Чистый город», вот буквально на днях она начнется. «Не хочешь ли ты стать участником?» Ну, я, конечно же, захотел попробовать, до этого никогда не был в роли волонтера, стало интересно, каково это. И вот я пришел на первый субботник, подумал, как он пройдет, так вот и пойду я дальше на субботники или не пойду. И в итоге я был на всех 16 субботниках, то есть я очень зарядился ребятами, все были молодцы, очень хорошо убирались. А вот любимый, понятно, уборка-уборка, вот я слышала про посадку деревьев, а вот что оставляет такой след в душе, вот, ну, что так полезное дело, хорошее? Или все? Или есть свое, которое реально нравится? Нет, конечно, полезное, потом, например, в парке «Победы» мы высаживали березовую аллею, вот, я и с представителями волонтеров «Победы» посадил березу. Конечно же, я потом буду ходить со своими детьми и показывать, вот, вот эту березу заложил вот я и волонтеры «Победы». Да, мотивация хорошая, действительно, вот мне вот не зря говорят «посади дерево», да, потому что на самом деле это конкретное дело, такое хорошее, и дерево, оно уже не один, не два года, а действительно и детям хватит посмотреть, а может даже и внукам на это дерево. Все-таки очень важно, что у вас связь с властью, с городской властью организовалась. Сейчас у нас вот в результате реформы это еще девять районов, это может быть, с одной стороны, сложнее, с другой и проще, да. Давайте посмотрим сюжет, я знаю, что вы встречались с главой города, а потом продолжим разговор. За чашкой чая в неформальной обстановке активисты движения «Чистый город» обсуждают с главой Самары Олегом Фурсовым и председателем Гордумы Галиной Андреяновой свои инициативы и новые проекты. Этой весной участниками уборки города стали больше четырех тысяч студентов. Сами организаторы акции не ожидали, что благоустройство Самары будет столь популярно среди молодежи. На всех акциях ребят приходит больше, чем даже мы планируем. Вот, например, в парке Гагарина мы ожидали порядка трехсот человек, а в акции принял участие четыреста пять человек, если сказать абсолютно точную цифру. Это показатель того, что молодежи это не безразлично и что это интересно. Шесть с половиной тысяч мешков мусора собрали молодые активисты. Порядок навели на общей площади больше трехсот десяти тысяч квадратных метров, а это почти сорок четыре футбольных поля. Своеобразные рекорды в этом году ставили один за другим. Впервые, наверное, за много лет вот такое массовое участие молодежи в мероприятиях по благоустройству города было замечено и было организовано. Спасибо вам за это большое. Вы просто молодцы, конечно. И мы видим в вас, конечно, будущее города. Это просто новый этап в жизни Самары. Назовите это перезагрузкой. Как угодно. У людей появилось желание вместе преобразить город. Мне бы очень хотелось, чтобы те активисты, которые собрались сегодня, обязательно продолжили все то, что вы начали. Как рассказали активисты «Чистого города», останавливаться не намерены. Год экологии уже распланировали. На этой неделе наводить чистоту отправиться в Куйбышевский район Самары. Затем в планах сажать деревья. И на все лето окунуться в акцию «Чистые берега», очищать от мусора территории рядом с реками и озерами. Нам приятно находиться в чистом месте. Нам приятно отдыхать с друзьями в чистом парке, сквере города Самары. И от нас, от молодежи, да не только от молодежи, а от жителей города Самары, зависит экологическая обстановка, чистота города. И мы сами должны же ее поддерживать. Волонтеры-студенты хотят привлечь к экологическим акциям больше школьников. А самые активные участники весенней уборки получат не только моральное удовлетворение, но и награды от администрации города. Вот в сюжете сказали про акцию «Чистые берега», пока не слышала ничего. Это что-то новое, да? Расскажите, какие масштабы, какие планы, где будете убираться, на каких реках и озерах, кто имеет больше отношения к этой акции, к «Чистым берегам». Информация есть у вас уже какая-то? Ну, Елена, как эколог, который ведет экологическое направление беседы. В этом году связано с уборкой непосредственно берега Самары, в Волге. Убирать мы будем от мусора. Вы сами будете выходить, сами организовывать, или опять же с кем-то будете сотрудничать? Ну, это опять же наша инициатива. С помощью нашей инициативы мы будем привлекать других тоже инициативных ребят, которые нам помогут провести эту акцию. Да. И опять же тот же инвентарь и все вот это. А, это кто будет помогать, организовывать? Тоже городские власти, да, вот по берегам? Конечно, да. Я думаю, что Самарский дом молодежи подскажет ребятам и организует взаимодействие с городской администрацией. Еще раз повторю, что в этом проблемы ее нет и быть не может. И я могу абсолютно сейчас в прямом эфире обратиться совершенно к любому молодому человеку. Если есть какая-то инициатива, если есть какая-то идея, не обязательно связанная с экологией, не обязательно связанная с движением «Чистый город», творчество, участие в волонтерских проектов, наука, спорт, какие-то патриотические идеи. Может быть, есть необходимость получения какой-то юридической помощи, психологической какой-то поддержки. Можно смело обращаться в Самарский дом молодежи. Мы для этого и работаем. Мы являемся муниципальным бюджетным учреждением и оказываем весь комплекс услуг для молодежи городского округа Самара. По всем тем направлениям, которые я уже сказал. Причем общаться с нами очень легко и просто. Если есть какой-то повод для стеснения прийти к нам на проспект Ленина-3, ничего страшного. Можно изначально написать нам в социальных сетях, можно написать нам через форму обратной связи на нашем официальном сайте. Можно нам позвонить. Мы открыты совершенно для любого диалога. Вы ждете инициативную молодежь с их идеями, креативом. И если есть какой-то вопрос, когда молодому человеку необходима помощь в реализации его какого-то проекта, если это действительно социально значимый проект, если он интересный проект, то без проблем мы готовы оказывать поддержку и готовы оказывать в том числе поддержку для того, чтобы получить правильную и конкретную связь с структурами администрации, как города, так и района. Скажите, а в системе грантов вы участвуете? Можно грант с какой-то прийти к вам с таким проектом ярким, что вы будете претендовать на... Это у вас отрабатывается вот эта линия? Самарский дом молодежи непосредственно не является грантодателем, но гранты по линии молодежной политики... Есть такая программа, которая распределяет профильный городской департамент, департамент культуры и молодежной политики. Опять-таки, Самарский дом молодежи здесь готов оказать полностью консультативную поддержку, помочь ребятам подготовить заявку на этот грант, подсказать, как ее правильно сформировать, куда ее и в какие сроки необходимо подать. Это все мы готовы, разумеется, обеспечить. И еще такой вопрос. Знаю, что вы проводите ежегодно конкурс «Студент года» в этом году. Что будет? Когда он будет проведен? Что для этого нужно? Кто будет участвовать? Как будет выбираться лучше? Сейчас самое время обратить внимание на этот конкурс. До 12 мая принимаются заявки. Я надеюсь, что ребята уже свое портфолио готовят для участия в этом конкурсе. Это может сделать совершенно любой студент, обучающийся либо в профессиональной образовательной организации, простыми словами в СУЗе, либо в организации высшего образования в ВУЗе, расположенной на территории всей Самарской области. Это проект не только городской, это проект регионального масштаба. В конкурсе 11 номинаций, он проходит традиционно. Это уже шестой конкурс. В прошлом году конкурс такой небольшой, но тем не менее юбилей отмечал. Всех приглашаю к участию. Это, на самом деле, во-первых, очень интересно. Во-вторых, это сейчас является, наверное, самым значимым и престижным конкурсом в студенческой среде. Как я уже сказал, 11 номинаций, начиная от науки, спорта, творчества, волонтерской деятельности, социально значимой общественной деятельности. Надо выбрать в том, в чем ты силен, в чем ты преуспел, подготовить свои достижения, подготовить заявку, оформить портфолио для участия в этом конкурсе. И, собственно говоря, в печатном виде принести к нам Самарский дом Малозежный, проспект Ленина, 3. А в электронном виде направить на официальную почту конкурса студент года 63. Соответственно, если есть какие-то вопросы, на нашем официальном сайте и в нашей группе социальности ВКонтакте размещены положения, размещен весь порядок. Мы с удовольствием готовы оказать здесь поддержку. Тем более, что мы рассчитываем, что в этом году тоже будет много желающих ребят. Всего вот уже более за 5 лет в конкурсе приняло участие более тысячи самых активных студентов. И я просто хочу отметить, что этот конкурс, он позволяет раскрыть потенциал молодого человека. Вот, например, да, обладатель гран-при конкурса 2013 года Кристина Попова. Она сейчас является директором молодежного форума Привожского федерального округа Иволга, да. Например, обладатель гран-при 2014 года Саша Токар является председателем молодежного правительства регионального. Да, в общем, мотивация есть, да, и такие перспективы серьезные. Ирина, скажите, пожалуйста, что вас привлекает лично в волонтерской деятельности? И вот обратитесь, у вас очень немного времени, вот ваши камеры, призовите тех волонтеров, которые в чистый город могут тоже поучаствовать. Волонтерское деятельность, в первую очередь, прекрасное времяпрепровождение. Это море новых знакомств, у вас появляется много новых друзей. Вы приобретаете опыт, как бы это банально ни звучало, но это опыт, навыки и знания, которые вам дальше в жизни очень сильно пригодятся. Да, ну вот на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, рассказали о своей деятельности. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания.